здравствуйте друзья мы с вами на канале и тонн тв программе с большой буквы сегодня меня зовут марк горин сегодня со мной в студии мы очень интересный собеседник свимоген прошу любите заводь в прошлом офицер израильской разведки старший офицер израильской разведки посол в украине и россии ныне старший сотрудник института социальной безопасности израиля здравствуйте друзья хочу всех поздравить с нашим чудесным праздником песок надеюсь счастливы у всех все было хорошо и вот это вот все было хорошо она всегда включает какие-то надежды или наоборот тревоги проистекающие от все минуты влажных политических событий о которых мы и пытая в которых будет пытаемся разобраться буквально все уж может быть серьезней тревожней и важнее чем разговор о распространении по планете ядерного оружия его сдерживать это президент россии владимир путин встречался в воде востоке у паразитная страна россия и прошу прощения сам себя перебью она одновременно близко рядом граничит с корей и одновременно с польшей где еще такое бывает вот это ползимного шара да 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 ползимного шара да ну сауни ну так вот встречался с ким чин и нам лид президентом да президент удачный лидер лидер северной кореи придется в воде востоке это рядом с как и недавно это был это очень яркое ощущение это ощущает от того что ты вот-вот напротив буквально вот и хотя ничего конкретно не сказано содержание этого разговора но безус я не верю что не может быть что мне шла речь о принадлежности я ядерное оружие кореевка северной кореи как с этим быть дальше тем более что только что произошла встреча ким чин и на с господином трампом и она не очень положить то сколько я понимаю закончилась как и всем этом надо от чего ждать всего это по моему последний вопрос я пытаюсь отшутиться но все последний вопрос который обсуждался или будет обсуждаться на этой встрече это вопрос это что называется контроля за ядерным оружием она будет упомянута но это не это не причина визита в одном сказочном городе жили котенок фантик кошечка по имени мышка и их друг котенок тюбик хочешь посмотреть новые серии мультфильма про мое приключение подпишись на наш канал тюбик в этом контексте хотя естественно было заявлено что будут обсуждать распространение вернее не распространение ядерного оружия на корейском полуострове так было сказано но я хочу напомнить что уже пару последних лет этот вопрос очень активно разрабатывается между соединенными штатами и северной кореи и вдруг меняется собеседник по этому вопросу это какой-то мере нереально или не соответствует каким-то там понятиям которые мы уже которые мы уже скажем привычным вероятнее всего речь идет не об этом речь идет иначе получается что они сдают соединенные штаты и передают образы правления россии так получается что оба игрока данном случае ким чирин и путин имеют свои определенные четко наверно показанные цели в этой в этом процессе и проверим каковы они например ким чирин так или иначе ведет комплекс отношений соединенными штатами он находится под санкциями на него оказывают давление он со своей стороны тоже разыгрывает из себя я дерну державу и так далее имеется ввиду не то что у него а он является он является в том плане что не высадить два вида оружия из этого еще не следует что позволить себе угрожать соседям или вести себя как держава на глобальном уровне но он пытается с одной стороны или как минимум хочет готову может быть он готов сдать скажем это оружие но за соответственную цену и большую цель да ну это вопрос о цене когда вопрос о цене это не это уже разговор это другой разговор да тут вопрос морали поэтому у него наверное есть интерес показать себя на международной арене как самостоятельный игрок для того чтобы оказать давление или завладеть теми или иными рычагами давления и на соединенные штаты и на китай потому что китай там тоже очень серьезный игрок на северно-корейском поле между прочим и поэтому разыгрывать позиции что вот я самостоятельное лицо я держала я такое всякое тогда это его интерес поэтому не исключает конечно возможности до обсудить с россией и будущее полуострова в контексте того или иного вида вооружений с российской стороны тоже не все так по гладкой понятно у россии нет рычагов давления на ким червина он задействовал санкции сам бы живу не в этом не в этой игре у него не достаточно мало рычагов влияния на соединенные штаты на китай в этом контексте но у него очень ярко выраженный интерес быть влиятельным игроком на международной арене он глобальная так он считает тоже как глобальная держава не супер держа может быть единственного рода но паритетно как минимум и поэтому надо держать себя как соответственно держава наш быть присутствует на всех разборках на глобальном мира на глобальной площадке там где есть проблема там есть кризис там есть возможность я показать россия присутствовать это его политика напоминаю ближний восток напоминаю восточную европу напоминаю венесуэлю и данном случае речь идет конечно о дальнем востоке в там и северной кореи это часть составная этой игры поэтому тут противостояние не того или иного местного игрока то противостояние россии с соединенными штатами или западом если хотите на данном случае на этом на этой площадке северной корейки поэтому россии есть интерес тоже на показательном уровне проявить себя и доказать что она тоже серьезный игрок и получается что оба игрока в данном случае на этой встрече имеют именно показательные цели они конкретные цели для обсуждения тех или иных вопросов естественно тут присутствует и на второстепенном уровне вопросы практического толка двухсторонних отношений экономического толка хотя объем экономических контактов достаточно мизерный и россия корея северная корея китай гораздо серьезней в этом отношении другие твороги сервисе ну не будет до бежать но в данном случае действительно есть достаточно много вопросов которые можно там решить и морских и сухопутных и других тоже но основной вопрос я уже сказал имеет глобальный толк и поэтому оттуда вернется ким чарлин верняте всего к столу переговоров с американцем более скажи более серьезной поддержкой россия покажет что она в состоянии вести параллельно игру на всех площадках это тоже немалозначимый факт и это в основном и есть суть этой встречи в самой россии тоже не все понятно всем до конца и есть существует вопрос который даже заявлен иногда во всеуслушание там что а для чего нам это нужно и что собственно говоря чего мы лезем не в свои дела имеется ввиду в разборке соединенными штатами по этому вопросу есть такое дело так что там тоже не все просто понятно как и по всем другим вопросам тоже ну вот так да да вот тут у меня несколько так сказать нюансов вопрос первый у москвы с пеньяном есть интересная история отношений двадцатого века интересная история как у вашингтона с пеньяном какие вашингтона с москвой по поводу пхельяна это все очень интересная я помню еще и был ребенком не могу не могу не поделиться с зрителями была частушка ух корея корея мы танцуем к войне все быстрее мы танцуем корейский ворс трон два шага назад шаг вперед это у нас среди двадцатого века я был ребенком у меня память хорошая я помню значит Путин перечисляя темы которые он поднимал вот был сегодня утром пресс-релиз по этому поводу начал с чего о чем мы говорили история наших отношений современный день в наших отношениях и перспективы наших отношений очень интересно понятно очень конкретно но если он начал с истории мы хоть это один вопрос и параллельно вот еще один прямо к этому как вы считаете это поездка эта встреча согласовывалась в пекине или в москве решили что ну поскольку это все направлено против соединенных штатов так пекин наверняка будет за не согласовывалась проконсультировалась я не уверен я полагаю что пекин поставили в известность что есть поставили в известность но разрешение не спрашивали на главных больше он здесь тоже как раз является объектом этого обkalin по этой встрече вот вот будет лучше в средние штаты но тоже является объектом потому что пекин 있 последнее время и это где мне непрос и навенно следует когда можно свер Needner отношений китай посвящие уж он ждет эта тема поэтому китай это же далее как я понимаю дали, как я понимаю, дали понять, что мы и сами можем. А что касается истории отношений, они достаточно интересны, действительно, согласен, и неспроста были упомянуты для того, чтобы напомнить Киньяну, что вы наш должник. Это было начато, это история. Так есть такая известная корейская война 1953 года, не будем вдаваться в подробности этой истории, но она ненамного отличается ни от Вьетнама, и ни от Ближнего Востока и других горячих точек Холодной войны. Это был горячий участок или горячий фронт Холодной войны, где встречаются именно те же самые основные глобальные игроки, это Восток и Запад, Советский Союз тогда с Западом и Соединенными Штатами и его партнерами, но в не меньшей мере были контакты и с отцом, и дедом, нынешнего, ныне действующего правителя Северной Кореи, так что это продолжается. В этом контексте Путин, вероятнее всего, имел в виду, как мы уже сказали, да, что он хотел напомнить историю, как позитивный фактор наших отношений. Золотой памятник Киберсену, он как бы всегда, каждый день напоминает о том, с чего все начиналось и куда это может прийти. Это понятно. Но нужно тут подчеркивать, и в этом контексте тоже Корея, Северная Корея, хотя она на границе с бывшим Советским Союзом и ныне с Россией, она не самоцель. Она не является решающим вопросом, хотя понятно, что есть там много составных, которые в интересах России разобраться с ними, это и ядерное оружие, это и соседи, это Китай и Япония, которые непросты. И в этом регионе Россия тоже очень серьезный игрок. И вокруг этого, в этой проблеме Пхеньяна, если Россия, если Россия получается стать более серьезным игроком, то она действительно решает и региональный вопрос, не только глобальный. А Ким Чанин, он показывает Трамп, что ты у меня не один? Это этим да, конечно, это основное. Это основная цель визита Ким Чанин в Россию. Я тебя не бросаю, но ты у меня не один. Ты не один, я серьезный игрок, у меня, видите, какие и вооружения, и какие политические способности вести сложную, многогранную, многовекторную политику. Вот так они себя везут. Поэтому в этом контексте ничего особенно нового нет. Россия будет присутствовать во всех горячих точках или во всех кризисах, а если кризиса не найдется, она его создаст, она то умеет делать, и это дает ей те или иные определенные рычаги влияния на глобальную политику взамен тех авианосных флотов, которых у нее пока мало. Напоминаю, два таких вошли теперь в земное море, это немного раздражает. Но в принципе, это и есть основная состоящее. реальный контроль над ядерным оружием Кореи стоял на повестке дня? Он стоял в том контексте, что Россия ясно заявила и до, и во время того, она заявляет, что она против, так сказать, нахождения ядерного оружия вообще, и в частности в Северной Корее. Она поддерживает именно Соединенные Штаты. Значит, в этом контексте, что она предлагает, сменить Соединенные Штаты по вопросу разоружения. Только разоружение. Было ли показывать идеолог, типа, ну, давайте поговорим на эту тему, давайте продвинемся. Или, так сказать, они этот вопрос горячего... Они обсуждали возможность как-то торговаться, скажем, Западом. Сказали, давайте мы поддерживаемся в этом, вы согласитесь здесь, вы не согласитесь там. Они покажем. Но принципиальные вопросы ядерного оружия, они, вероятнее всего, не сменят подхода к нему, хотя, могут сказать, знаете что, давайте на время оставим у вас это, и процесс будет продолжаться более, более проживательный срок, чем американцы настаивают. Вы не все сдадите тем, а сдадите может другим, а мы готовы принять вот такого толка. Это горячая картошка лежала на столе, и в стране не брать. Да, но это основная проблема Северной Кореи, иначе бы вообще с ней никто не разговаривал. Для этого она и создана, эта проблема, для того, чтобы с ней разговаривать, ты же понимаешь, это мы понимаем. Вы знаете, у нас есть резервы, я честно признаюсь, вот кухня журналистская специально оставит резерв, мы с вами сегодня бывали в самых разных точках планеты, и с самыми разными, так сказать, проблемами, ее знакомились, поэтому у меня просто ностальгия, мне очень хочется вернуться домой. Очень воля праздничные дни, еврейский праздник, ну, как бы, вдали от дома хотелось бы мы сюда вернуться домой. И у меня есть вот такой вопрос. Я действительно не понимаю, честно, я действительно не понимаю. Мы несколько раз в этой студии говорили о плане Трампа, и это тоже, конечно, подарок к ПСР, мы еще не знаем какой, но тоже подарок, и это тоже горячая картошка, и мы не будем сейчас, потому что мы много об этом говорили, и ничего особо нового, хотя опять возникли разговоры, приехал Кушнер, сказал, что еще не все потеряно, не все украдено, еще все впереди, да, и убрал с повестки дня, понимаете, два государства грамотового народа, потому что он прав, и это очень по-еврейски, Кушнер тоже не из, как бы, не с Марса прилетел, вот, что действительно каждый хочет вложить в эти слова то, что он хочет, а дьявол прячется в деталях, я не знаю, и вот именно поэтому я хочу с вас на одну фразу Кушнера, и я думаю, что в вашем комментарии, он говорит, что, ну, что Израилу мы с вами сто раз говорили, писали, мы знаем, можно перейти еще восемь раз, ничего больше не станет, а вот Палестине, со слов Кушнера впервые произвучила хоть минимальная, но если не конкретика, то хоть какие-то слова, а слова должны иметь какую-то реальность, я не понимаю, что, нет, это не будет государство, а это будут такие автономии, полномасштабные автономии, мансис, что, типа, широкая автономность, и много денег, много, очень много денег, ну, деньги все любят. Я хочу понять, что такое автономность, автономность, как нас учили, давненько, правда, who учили, это автономность чего-то, вот чего это будет автономность Иордании, какого-то... сейчас стали поговорить о странном блоке Иордания, Палестина, Израиль, появились и такие слова, чего это будет автономия, и это будет ГАЗа, автономия, или ромава автономия, или они вместе автономны. Что он хочет сказать? Вот у нас есть с вами, ну, для того можно оставить в этом время. Давайте сделаем еще один пасхальный подарок нашему зрителю. Во-первых, давайте, хочу еще раз заметить, то, что он сейчас сказал, это не обязывает никого, включая его самого. Потому что это не программа, то, что он сказал, а он философствовал на отключенные темы, касающиеся этой сделки. Это во-первых. Потому что вдруг оказывается, что в программе как разнооборот. Я хочу это заметить. В этом можно тоже пофилософствовать. Допустим, что он имел это в виду, что это могло бы означать. Что такое автономия? Да. Что он говорит? Отдельный стоящий вопрос, как разбираться с палестинцами, кто их уломает, кто их заставит, это отдельный вопрос, по-моему, он решен. С той стороны. Да, наверное, да. Поэтому теперь приходят всем миром к палестинцам и говорят, дело так. Государство создавать мы не будем, потому что государство это не только там символика, это государство, это вооруженные силы, государство это внешняя политика и так далее, и так далее. Поэтому сделаем так. Это будет неполноценное государство. Чтобы вас не обижать, зачем делать неполноценное государство? Давайте сделаем это другого вида. Есть два подхода, я предлагаю третий. Один подход, два государства разделить полностью. Второй подход, объединиться среди палестинцев очень много таких высказываний. Мы хотим одно государство, но демократическое. Скилл с Израилем? Да. И все, очень много израильских рабов именно поддерживают этот подход и так далее. В Израиле есть разные подходы к этому вопросу. В основном его не очень любят, потому что демократическая проблема в конце концов все это негативно может решить. Есть третий подход. Его называют федерацией. Федерация означает, что могут жить вместе отдельно. Это не просто автономия. Ныне тоже она есть. Но это федерация в том плане, что есть вопросы, в которых они участники этого совместного государства, в том плане что в экономическом, в оборонном, во всех других. То есть у нас стоят еврейские государства. Но есть федерация с теми или иными группами населения, которые входят в этот комплекс. В этом контексте есть две возможности. Вы упомянули их практически. Одна это федерация. То, что я сейчас сказал, вторая это конфедерация. Это значит иордания тоже. Иордания, конечно, брыкается и заявляет, что она не заинтересована. Но я еще не знаю, как с ней разговаривать на эту тему. И среди палестинцев тоже не все просто. Потому что, а где газа? А газа это что, объединяется с той федерацией или она сама по себе. И поэтому есть две автономии в этой федерации. И по-моему именно Россия поддерживает этот вопрос и тем самым давит на палестинцев, потому что она тоже хочет участвовать. И разыгрывает эту сцену, или вернее инсценирует эту сцену, что вот если вы не согласитесь, то мы отдельно с газой разберемся. И поэтому у палестинцев проблема. Они сейчас, конечно, ведут себя неадекватно. Они пытаются доказать, что они самостоятельные, ни на какие переговоры не идут. Но, по-моему, это уже гиблое дело. По-моему, это уже все решено. Без них или с ними непонятно. Но вопрос, как будет выглядеть технически, как будет выглядеть та федерация, нам не ясен, потому что мы не знаем, что в этой программе. Это Куштере имел в виду, вот этот комплекс? Ну а что такое федерация? Федерация означает, что есть несколько тех или иных составных под одной государственной эгидой. Каждый имеет свою долю автономии в том плане, что да или нет, получают блага от общего государства, да или нет, вкладывают общую липту, но не участвуют в общих выборах у каждого отдельного представительства. Те или иные составные федерации выбирают свои собственные, я не знаю, парламенты, представители и так далее, которые между собой как-то уживаются. Готовы ли палестинцы на этот проект? Я не знаю. Действительно ли это имеется в виду? Готовы ли регистральные проекты? Тоже не знаю, но если он имел в виду это, то так оно выглядит. Ну, хорошо. Я слушал за последнее время несколько политологов, и все они сходятся во мнении, что при таких ситуациях шансов на то, что это реально реализуется, извините за тартологию, немного. Я вынужден заметить, что оно уже реализуется. Вы знаете, я прерву моего собеседника, потому что вот с этой фразы мы, наверное, начнем следующий разговор, это ужасно интересно, у нас просто физически нет, извините, друзья. Слишком много разговоров, это очень важно, то оно уже реализуется. Это то, что, то, о чем мы обязательно в следующий раз поговорим. Спасибо всем, кто был с нами в эти минуты на канале ИТОН ТВ.